1 ноября 2022 года президент России Владимир Путин дал поручение правительству по возрождению исторических усадеб. Предполагается, что будет создана комиссия, которая займется отбором и приспособлением усадеб к новой жизни. В первую очередь для туристических нужд. Блаженная глушь. Особые узы пространства и времени. Нигде так невелико, так неощутимо чувство Родины, как здесь. Даже если у вас две Родины, как у создателей вот этого причудливого рая на правом берегу Волги, в нынешнем селе Нариман, нынешнего Верхнеуслонского района. Усадьба маркизов поулуччи, название причудливое не менее, из трех слов лишь одно русское. Таков и дом. Посмотришь в профиль, что-то родное. Посмотришь на черты лица, но вылитый иностранец. Все дело в ДНК. Оно у дома особенное. Это Филипп Поулуччи. Первый маркиз из рода Поулуччи, связавший часть своей жизни с Россией. Дослужился до генерала в российской армии и принимал участие во множестве сражений. Был генерал-губернатором Риги, а впоследствии и родной Генуя. Кстати, с ним и связана легенда о том, что волжские земли якобы подарила Поулуччи Екатерина II, которую он якобы сопровождал в ее поездке по Волге в 1767 году. Филипп Поулуччи родился в 1779, через 12 лет после визита Екатерины в Казань. И не имел, конечно, никакого отношения к нашим местам. А вот его сын, Александр Николай Филиппович Поулуччи, рожденный в Генуе, но получивший образование в России, это и есть наш волжский маркиз. Его второй русской женой стала Елизавета Михайловна Мартынова, племянница убившего Лермонтова Николая Мартынова. Именно она, судя по всему, она, а не маркиз, как считалось ранее, и была владелицей бывших земельных угодий и заводов рода Нарышкиных в Свияжском уезде Шеланга, Гребени, Ташовка, Матюшина и Ключищи. В 1873-м у супругов родился сын Виктор, будущий Свияжский уездный предводитель, эмигрировавший во Францию в годы Гражданской войны. Был и старший сын Александр Александрович, о котором мы знаем меньше, полковник, скончался в Петрограде в 1919 году. Этот дом появился на свет 140 лет тому назад. К тому времени у Паулуччи уже была усадьба в Ключищах неподалеку, и существует расхожее мнение, что этот дом рядом с винокуриным спиртовым заводом Паулуччи был построен для управляющего по фамилии Медведев. Так часто и говорят, дом Медведева. Хотя и местным жителям, и краеведам известно, что у управляющего был дом в нескольких километрах отсюда. Скорее всего, все-таки он был построен непосредственно для самих Паулуччи, потому что посмотрите, насколько он великолепен, то есть для управляющего построить такой роскошный особняк. Ну, это уже, видимо, на очень хорошем счету. Официально по документам он проходит как дом управляющего, но дом управляющего скорее он стал позже. Кроме того, сами Медведевы жили на Медведевской горе в Шеланге. Вот, здесь была контора управляющего, то есть действительно позже стала контора, но первое время это было, безусловно, они рассчитывали и использовали как свое место жительства. Действительно сложно представить, что эти архитектурные детали, башня и башенки, малые и большие формы создавались не итальянцами и не для итальянцев. Сегодня, когда деревья, обступающие со всех сторон это дворянское гнездо, позволяют нам рассмотреть его в деталях, мы понимаем, что перед нами единственный в своем роде дом, отражающий представление хозяев об отблесках итальянского рая на русской земле. Эстетический камертон удивительной силы. Красота и гармония выглядят, кажется, именно так. Это вообще история европейская. То, что касается любования природы, это эстетическая составляющая, это одна из самых важных была для усадеб. И они строились не только с видом, но и их старались украшать фасад очень красивый. Ну, а здесь фасад итальянский еще, очень узнаваемый вид. Представляете, итальянский замок на берегу Волги. И у нас, конечно, Италию бесконечно любят. Кстати, ее любят все и англичане. Нет пояса печальнее на свете, чем пояс о Ромео и Джульетте. И вот этот балкончик, он тоже был архитектором не случайно построен, чтобы напоминать о Вероне. Архитекторы, если что-то создают, они разбрасывают смыслы. Они читаются здесь очень легко. И сюда бы какой европейец ни приехал, они сразу все прекрасно поймут. Потому что это все родное и близкое. И это прекрасное, это нити для туризма и для культуры. Это очень важно. Впервые за последние столетия этот дом услышал родную итальянскую речь. Элио Фиорини, архитектор из Зеленодольска, уже бывал здесь. И с радостью откликнулся на наше предложение побывать снова. Ему доступен и архитектурный язык. Он видит и слышит здесь то, что нам недоступно. Происхождение видов. Элио, вы ощущаете какой-то итальянский дух в этом месте? Да. О, да, да. Вот это единение с природой. Вот эти вазы, вазы с цветами, которые, конечно же, взаимодействуют с садом внизу. И это очень итальянская традиция садоводства. Башня – это, конечно, часть итальянской традиции, исторической, еще средневековой. Не совсем флорентийская, я бы сказал, тосканская. Но да, башня определенно итальянская. Архитектура – это очень важный инструмент для исследования будущего. Ведь вы делаете проект не только для сегодняшнего дня. Это не производство хлеба, съели и забыли. Нет. Архитектура – это на будущее. И вот вам пример. Этой семьи давно нет, но их сущность здесь осталась. Сущность осталась лишь в некоторых, едва уловимых элементах дома, если смотреть на него изнутри. В 20 веке дом был поделен на квартиры, и он по-прежнему не расселен. Хотя и не обитаем. Зимой тут холодно, а летом хозяева бывают лишь набегами. Дом недавно признан аварийным, и это значит, что вопрос с жильцами решаться будет. Но пока это частная собственность, куда нас пускают из вежливости и ненадолго. Сам факт того, что здесь бывают люди, конечно, хранит эти стены в какой-то степени. Мы видим запустение, но мы не видим катастрофы. Дом будто живой. Великолепный камин. Камин, он закрыт, его на самом деле можно будет реанимировать вполне, потому что камин был тоже изначально построен, то есть он ровесник тоже усадьбы. Сохранился сейф, где хранились деньги на выдачу зарплаты. И это старинный сейф, тут написано в Москве, товарищество Сущевского завода кухонных плит. То есть это вот ровесник, сам сейф самого дома. За этим домом может быть большое будущее, и инвестор, конечно, с торицей свои вложения вернёт. История дома с мифом, у него столько культурных коннотаций очень интересных, и его, конечно, можно было приспособить не только под гостиницу. Меня часто спрашивают в Казани, Леонид, скажи, хорошее, интересное место, где у нас есть в Татарстане? Я говорю, есть, но не приведено в порядок. То есть у нас усадьбы старинных, это чрезвычайно популярно и на Западе, и у нас сейчас в крупных городах. Если люди здесь остановятся, сыграют свадьбу, и первая брачная ночь на этой воспитании на всю жизнь будет, на самом деле. В Казани уже, представляете, если последние были праздники, у нас все были забронированы гостиницы, все квартиры практически. У нас летом пик сезона, начиная там с апреля, заканчивая с сентябрём месяцем тоже. И нужно выходить на периферию, постепенно расширять спектр. Давайте и мы выйдем на периферию и рассмотрим окрестности. Усадьба – это не только дом, не он один. Усадьба – это комплекс сооружений. Мы можем лишь предполагать сегодня, что наверняка вот здесь где-то, перед обращенным к берегу реки, фасадом дома, были традиционные атрибуты загородной дворянской жизни. Беседки, фонтаны, сады, детские развлечения. Младшему Виктору было лишь 10, когда дом был закончен. Место это называлось тогда Гребини. И местные жители, конечно, были только рады такому соседству. Они обязательно вносили эстетику. Вот в любое производственное помещение, в любое жилое, в окружение. То есть это должно было радовать людей. Ну, надо сказать, что они и очень много сделали для быта тех людей, которые их окружали. Здесь было электричество. Нигде нет, а здесь уже электричество. Здесь было две школы, здесь было два садика. Винокуренный или спиртовой завод Паулуччи, находящийся в каких-то 100 метрах от дома, построенный почти одновременно с домом, сегодня в руинах. Это был настоящий памятник промышленной архитектуры с элементами классицизма. И руины эти рукотворные. Завод был закрыт на волне антиалкогольной кампании лишь в 1986 году. Но здание обязано было жить. И оно жило, пока его бездушно не снесли. Сохранилось, к счастью, спиртохранилище завода. Сохранилось, наверное, по той лишь причине, что экскаваторам до него не добраться. Его нельзя увидеть ни с берега, ни с суши. Оно под землей. Это здание спиртохранилища, оно очень удачно вписано в холл. То есть его срезали, и одна из стен, она сразу упирается в землю. Для чего это сделано? Для того, чтобы температура и зимой, и летом здесь была прохладна для хранения спирта. Погрузка спирта осуществлялась через трубу наливным способом. И водным путем уходила в Казань и в Москву. Вообще для нужд Красной Армии спирт поставлялся. Удивительное место. Еще только на подходе к спиртохранилищам снова возникают перед вами образы древнего Рима. И они лишь усилятся, когда вы проникнете внутрь. Необычайно оригинально сделано. Вы посмотрите, видите, арки. Вообще они сделаны, как римские термы. Вот именно так выглядели. И в Тбилиси приедете термы 17-го, по-моему, века. Они вот так же и выглядят. Ты никак не ждешь, что в этом месте, в абсолютно заброшенном, кажется, вдруг возникнет такая красота, которая в Казани-то, ну где такое найдешь? Нет, у нас однозначно одно такое. И вы, вот если обратите внимание, внизу сделано известняком, а уже верхняя часть свода, она сделана из кирпича. И прошло уже 150 лет, и 40 лет здание не эксплуатируется. Достаточно крепко выглядит. Такого второго еще поищи. Любой человек, который сюда проникает, попадает, мы ему показываем, просто чувство вау вызывает. Однозначно. Очень стильное и необычное здание. Любой турист, попавший сюда, выйдет отсюда другим человеком. Эстетический камертон выдает здесь звуки такой высоты, что невозможно находиться в обычном режиме созерцания. Это место перенастраивает вас. Эстетика рождает новые моральные ориентиры. Вы выходите из подземелья, делаете несколько шагов, и понимаете, что история снова вокруг вас. Она прямо под вашими ногами. Уникальный артефакт деревянного волжского судостроения. Здесь, прямо на берегу, лишь осенью, когда вода немного спадает, можно дотронуться до останков грузовых барж, предположительно, начала 20 века. Это, по всей видимости, те баржи, что использовались для доставки каменного угля на местный завод. Уголь здесь по-прежнему повсюду. Два огромных динозавра из сосны и ели, смотрящих друг на друга. 70 метров каждый в длину, 12 в ширину. Несомненно, музейные экспонаты, уже изученные специалистами, которые ищут им достойное место для экспонирования. Речная старина – это очень интересно, потому что мы живем на Волге, конечно, и это должны тоже популяризировать все в комплексе. Это будет работать на нашего туриста, мы должны удивлять туристов. Это главная наша задача. А теперь давайте посмотрим вдаль и обратим внимание на еще одну достопримечательность, которая еще только тянется к этому берегу Волги. Менее чем в двух километрах от Наримана водный участок, строящийся трассой М-12, мост у соседних гребеней. Этот мост позволяет, теперь говорите о возрождении усадьбы Пулуччи с еще большей уверенностью. Блаженная глушь станет значительно ближе и жителям республики, и жителям страны. Это место лишь выглядит заброшенным. На самом деле работы по его возрождению идут, они пока невидимы, но такие вопросы, как будущий размер компенсации жильцам, дом которых уже признан аварийным, не всегда становятся предметом общественного обсуждения. Возможно, именно этот вопрос и будет самым сложным. Тот инвестор, который сюда придет, он, конечно, окупит, потому что... Трасса М-12, 600 километров от Москвы. Волга, красавица, потому что у нас она мощь приобретает. Это не Ярославская, Костромская, когда она там узкая, а здесь мощная Волга, красавица. Здесь у нас есть виноградники, Юрьевские пещеры. Сюда можно приехать на неделю спокойно, две, и получить удовольствие эстетическое, отдохнуть летом и зимой. Определенно, этот дом очень близок сейчас к обретению новой жизни. И во многом, кстати, по причине того, что есть теперь вот эта дорога, то есть она как бы заставляет нас задуматься, она нам посылает совершенно явный сигнал. Каждая такая усадьба сегодня на вес золота. На конец 19 века усадьба Маркизов-Паулуччи была лишь одной из полутора сотен. Сегодня на территории современного Татарстана таких сельских усадеб не более 20. И лишь несколько из них настолько же скорее живы, чем мертвы, как вот этот дом. Или вот этот. Еще одна тусклая уже сегодня жемчужина в этом некогда богатом ожерелье усадеб на правом берегу Волги. Это село Теньки уже Камско-Устинского района. Но до усадьбы Паулуччи отсюда лишь 20 километров. Теньковское имение князей Гагаринах, получивших эти земли от Нарышкиных. Этот дом постарше дома Маркизов. Ему 170 лет. В чем прелесть хорошей архитектуры? Она умеет достойно стареть. Но против человека она бессильна. 20 лет назад при ремонте крыши трехэтажная входная пятиугольная ротонда стала двухэтажной. Это большая эстетическая потеря, конечно. А террасу случайно спалили еще в 80-х. В остальном этот довольно скромный на вид дом стоит насмерть. Князья в нем, по всей видимости, никогда не жили, но он определенно строился для них. И лишь впоследствии стал домом управляющего имением. Вокруг не сохранилось ничего. Лишь прямо перед входом в дом еще видны очертания каменных бортиков фонтана. Об остальном можно лишь фантазировать. Большая длинная аллея была. Видимо, на ней ездили на двуколке какой-нибудь. И самое главное, территория была огорожена. Был забор, такой же, как кирпичный, как сделан дом. И, как вы знаете, все это называлось белым домом. Он и сейчас почти белый. Белый дом, да? Да. Это так, крестьяне так называют? Да, местные крестьяне, да. Ну, потому что он белый и был. Да, и привлекал этим вниманием. Дом сегодня заколочен силами неравнодушных жителей Тиньков. Заколочен, потому что давно не обитаем. Десятилетиями здесь работали специалисты-селекционеры зональной опытной станции НИИ сельского хозяйства республики. Но к началу 21 века численность самих селекционеров сократилась со 130 до практически одного, который поглядел устало, задумался и никого не стало. Люди ушли уже лет 20 тому назад, но история осталась. Труженики сельского хозяйства, увеличивайте производство продукции. Это же с какого удивительного, что все это лежит. И это-то уже лет 40 может визжать, да? Да. Научные технические достижения производства. Каждая комната дома, а комнат тут немало, выглядит сейчас так, будто ее покинули ненадолго. Служители ученого монастыря, похоже, не забрали с собой ровным счетом ничего и как будто и не прощались с этим местом. Тысячи книг, брошюр, пособий, десятки тысяч единиц мало знакомого нам инвентаря. НИИ, насколько нам известно, считает этот дом своей собственностью и сегодня. Дом будто законсервирован и во времени. 21 век сюда будто даже не заглядывал. Знаете, ирония судьбы, историческая ирония судьбы, садоводство, которым здесь занимались уже после Сильна Гагарина, то самое садоводство, которым Гагарин занимался. Краеведы и историки говорят, что это именно князья Гагарина в середине 19 века разбили первые яблоневые сады в этих местах, породив на них моду настолько, что со временем весь правый берег Волги от Услона до Симбирска в них утопал. Цифра дошла до миллиона яблонь. Каждая третья яблоня во всей Казанской губернии была отсюда. Разумеется, ничего от былой русскоши сегодня не осталось. Эстетические камертоны умолкли, наверное, навсегда. В целом направление уже было здесь как бы в советское время дано на выращивание злаковых, и, соответственно, площади под садами сокращались. Сады переводились в садоводческие товарищества, которые застраивались, и, соответственно, промышленное садоводство уже сошло на нет практически. Сейчас это в основном дикие сады, которые зарастают. Что же осталось сегодня у этого дома, кроме него самого? Все-таки есть кое-что, что, несомненно, привлечет сюда людей. Что может быть лучше старого дома? Только старый дом с привидениями. Ее называют Белой Барыней. Кто-то утверждает, что видел ее собственными глазами. Кто же она? Говорят, что у управляющего имением, жившего в этом доме, была юная 17-летняя дочь Тамара, которая пылко влюбилась в одного из многочисленных гостей этого дома. Открывшись, она получила отказ. И наложила на себя руки. Безутешный отец, не желая хоронить дочь на кладбище для самоубийц, то ли схоронил ее под террасой дома, то ли замуровал ее тело в цоколе здания, отметив это место буквой Т. Тамара. Говорят, с тех самых пор призрак Белой Барыни бродит по ночам по родному дому. Говорят, что встретился с ней однажды и тот несчастный юноша, предмет ее любви. Он умер спустя несколько дней после того, как она задела его краешком своего белого савана. Происхождение мифов отследить непросто, хотя и очевидно, что этот миф получил распространение совсем недавно. Очевидно, что и эта буква на колонне дома ближе к тенькам, чем к Тамаре. Но миф это то, что надо в этом случае. Усадебных домов с привидениями у нас меньше, чем пальцев на одной руке. Ну, совсем обесчеловеченный этот дом, он, конечно, мало кому интересен. Все-таки хочется людям, чтобы какая-то история была. Да. У меня даже лично был какой-то такой проект создания гостиницы на втором этаже, где люди туда останавливаются и вот они ждут ночью, когда придет это привидение. именно это направление, чтобы людям было интересно пережить. Возможно, с участием местных теньковских жителей делать какие-то представления, чтобы они ощутили вот этот неповторимый ужас. С привидением или без, но у этого дома будущее все же есть. Это не самый простой объект для будущего инвестора. Он не настолько возможно благополучен, как кажется. Да и сетей у дома никаких тоже нет. Но есть желающие рискнуть. Вот что главное. У дома во всяком случае нет никаких креативных и ловких частных собственников, что сильно облегчает задачу будущим владельцам. Нужны, как водится, деньги, которых, в отличие от белой барыни, здесь никто никогда не видел. для того, чтобы хотя бы привлечь каких-то инвесторов сюда в возрождение, необходимы затраты. Вот в ценах 2020 года было порядка 6,5 миллионов рублей на разработку проектно-сметной документации и проведение историко-культурной экспертизы. Это вообще самый начальный этап. Да, то есть это еще только подготовить к торгам. Продать это здание можно в соответствии с законом за один рубль, но необходимо вот все это подготовить и уже инвестору дать конкретные цифры, конкретные планы, конкретные расчеты, чтобы он здесь восстановился. Призрак бродит по нашей Волге. Призрак нового вида туризма. Сюда действительно можно приехать на целую неделю и не успеть отыскать все жемчужины, рассыпанные по этим берегам, в том числе и нашими высокими предками. Год от года гаснут эти духовные маяки. В ключищах современными помещиками уничтожена 15 лет назад еще одна деревянная усадьба маркизов Паулуччи. Вырублены яблоневые сады и едва не стерта с лица земли и широко известна липовая аллея Паулуччи. Местные жители, слава богу, отстояли. Эту аллею повторить нельзя, поэтому ее нельзя уничтожить. Вот представьте себе, 150-140 лет нужно на то, чтобы возродить вот это великолепие. То есть это непозволительная трагедия и допустить ее было нельзя. Стоит, несмотря ни на что, в ключищах и вот этот духовный маяк. Все, что осталось от бывшего кирпичного завода маркизов. Труба, спасенная снова жителями от современных грузунов, успевших изрядно испортить ее внешний вид. Но это поправимо. Все, как выясняется, поправимо. Люди как-то иначе начинают смотреть на историю. Ах да, кстати, о новых взглядах. Как вы думаете, связан ли известный каждому жителю Казани остров-маркиз с нашими маркизами? Ответ несомненно да. В 19 веке, да и наполовину в 20 остров занимал большую часть современного русла Волги. И это были земли маркизов Паулуччи. Вот только название на одной из лоцманских карт чуть иное. Остров Маркизы Паулуччи. То есть Елизаветы Михайловны Мартыновой, супруги маркиза Александра Филипповича Паулуччи, умершего довольно рано, в 1893 году в возрасте 53 лет. Возможно ли, что именно эта женщина и была настоящей владелицей этих земель, перешедших маркизом по наследству? Кто знает? Мы, наверное, только начинаем свои попытки разобраться, что такое род, что такое место имения. Долгий путь еще впереди, но их высочество, сиятельство и светлости несомненно ждут от нас многого. Они ждут идеалов. Они-то знают, что наше величество в наших руках. Вот этот вот период забвения, он заканчивается. И вот на сегодняшний день вот чувствую, что начинается возрождение, начинается восхождение вверх вот того прекрасного, того достойного нашего прошлого. Любое расстояние мы преодолеваем, начиная с первого шага. И вот я так думаю, что все-таки небезнадежный этот проект и былая красота сюда вернется. Это общемировая культура. Здесь не говорится о русской, татарской или еще там итальянской культуре. Это то, что связывает людей, потому что туризм не может быть разным. Он один. Он нас объединяет. Люди, которые приезжают из Европы, из Италии или с Востока будут приезжать, когда им будут красиво об этом рассказывать, будут наслаждаться, они будут кусочки этой истории носить в своем сердце. Италии. Италии. Субтитры создавал DimaTorzok